Сегодня мы поговорим о знаках препинания в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзным сложным называется предложение, части которого соединены без использования союзов. В отличие от сложно сочиненного и сложно подчиненного предложения. Например, зажегся свет, объявили перерыв. Мы с вами здесь видим две основы, два простых предложения, которые соединены между собой запятой. Здесь нет союза. И мы могли бы поставить союз и превратить это предложение, например, в сложно сочиненное. Зажегся свет и объявили перерыв. Но в данном случае союз у нас отсутствует. В бессоюзном сложном предложении возможна постановка следующих знаков препинания. Запятая, точка с запятой, двоеточие и тире. Что касается запятой и точки с запятой, то они ставятся, как правило, в том случае, если части бессоюзного сложного предложения равноправны. И, соответственно, когда мы с вами выбираем точку с запятой в том случае, если какая-либо из частей бессоюзного сложного предложения осложнена либо обособленными определениями, либо обособленными обстоятельствами, или другими какими-либо конструкциями. Более сложными случаями является постановка двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении. И здесь у нас есть ряд позиций, о которых надо помнить. Итак, двоеточие мы ставим в бессоюзном сложном предложении в том случае, если вторая часть раскрывает смысл первой. И у нас с вами здесь есть ключевые слова, которые мы можем поставить вместо двоеточия. То есть, а именно, например, это была невероятно красивая кудрявая женщина в молочно-шоколадном костюме, окруженном пыльно-рыжими, в тон ее волосах с мерчами, маленькими, алыми и очень веселыми. Здесь мы с вами видим первую часть и расшифровку, которая отдается во второй части. И, соответственно, очень просто мы здесь ставим двоеточие. Еще один пример. Булгаков. Книги и время. У нас есть первая и вторая части бессоюзного сложного предложения. И во второй части мы также даем расшифровку, о чем именно мы будем говорить, введя разговор о творчестве Булгакова. Далее. Мы ставим двоеточие в бессоюзном сложном предложении, если вторая часть содержит причину, основание того, о чем говорится в первой части. И здесь ключевые слова «так как», «потому что». Например, само интервью прошло легко, как-то почтительно приятельски. Молодой человек оказался добротным и действительно вел себя как профессионал. Следующая позиция. Вторая часть содержит изложение факта или описание, а в первой части есть глаголы «слышать», «видеть», «понимать» и тому подобное. И здесь ключевым словом может являться слово «что». Например, пополз я по густой траве, вдоль по оврагу смотрю, лес кончился. Но вместо двоеточия мы легко с вами подставляем слово «что». Следующий пример. Вторая часть содержит прямой вопрос. Одного только я не понимаю, двоеточие, как она могла тебя укусить. Вторая часть как раз-таки прямой вопрос. Как она могла тебя укусить? И этого уже нам достаточно для того, чтобы поставить двоеточие. Что для нас важно? Если вторая часть бессоюзного сложного предложения состоит из двух частей, соединенных одиночными союзами «и», «да» в значении «и», «или», то запятая между ними не ставится. Например, «погода испортилась», «падал снег» и «дула», заметая следы, «поземка». Следующая позиция, которая нас будет с вами интересовать, это, конечно, постановка тире в бессоюзном сложном предложении. И здесь мы с вами тоже перечислим ряд случаев. Первый – это сопоставительные или противительные отношения в бессоюзном сложном предложении между его частями. Например, «Игнат спустил курок, ружье дало осечку». Так, «Игнат спустил курок и ружье дало осечку». Второй случай – «прошла неделя, он домой не появлялся». «Прошла неделя, но он домой не появлялся». Следующий случай постановки тире в бессоюзном сложном предложении мы с вами видим, когда вторая часть содержит результат либо следствие. И ключевые слова в этом случае «поэтому тогда». Например, «Он был в бешенстве, губы плясали, как у готового заплакать семиклассника, пальцы обеих рук на руле сжимались и разжимались». Опять же, видим с вами, да, в первой части у нас утверждение, а во второй части мы даем расшифровку. Мы ставим тире, а в том случае, если вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит сравнение. Ключевые слова следующие – «как словно». Например, «Молвит слово, соловей поет». «Молвит слово, словно соловей поет». Также мы с вами ставим тире, если первая часть указывает на время совершения того, о чем говорится во второй части. И здесь ключевое слово «когда». «Лес рубят, щепки летят». Важно, что ключевое слово мы можем подставить в первую часть. «Когда лес рубят, щепки летят». Далее мы ставим с вами тире также, когда первая часть указывает на условие. И естественно, что здесь ключевое слово «если». «Разрушь веру, получишь кризис». «Если разрушишь веру, получишь кризис». Также мы тире ставим в том случае, если вторая часть бессоюзного сложного предложения начинается словами «так это только такой». Я подобрал и осмотрел его маузер. Это была отличная машина и совсем новая. Мы видим маркер и соответственно ставим тире. При выборе двоеточия тире в бессоюзных сложных предложениях можно исходить из следующего. Если основная мысль заключена в первой части, а во второй содержится пояснение, раскрытие содержания первой части, изложение какого-либо факта, указание на причину, то между частями ставится двоеточие. Если же наоборот основная мысль заключена во второй части, а первая имеет подчиненное по смыслу значение, то есть указывает время, условия и так далее, то между частями ставится тире. Например, «выйти невозможно на улице проливной дождь». Основное высказывание содержится в первой части, во второй указывается причина, почему невозможно выйти на улицу. И смотрим, мы меняем части местами, на улице проливной дождь выйти невозможно. Причина указывается в первой части, а во второй – следствие, вывод, который составляет основу высказывания. И, соответственно, в первом случае мы ставим двоеточие, а во втором случае – тире. Другой пример, без переменной порядка частей. Мы можем также ставить либо тире, либо двоеточие. Молодежь ушла, двоеточие, на вечере стало скучно. Ушла, потому что стало скучно. И если мы поставим тире, молодежь ушла, на вечере стало скучно, здесь уже другой смысл. Ушла, поэтому стало скучно. В целом, важно помнить, если в бессоюзном сложном предложении отношения между частями равноправные, то ставим запятую или точку с запятой. Если же неравноправные, то двоеточие или тире. Выбирая знаки применения в бессоюзном сложном предложении, учитывайте ту мысль, которую вы хотите донести. Редактор субтитров А.Семкин